МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Состоялась рабочая поездка по 11 строительным объектам. Как губернатор округа оценил ход строительства в Наринмаре и поселке Искателей? Один на один с бедой. Как жители многоквартирного дома в микрорайоне Хариверская боролись за право жить вне антисанитарийных условий? В Ненецком округе распределены объемы добычи атлантического лососи и горбуши. Какую норму вылова выделили для региона на предстоящий сезон? Подходит к концу третья профильная неделя в летнем лагере «Одаренные дети». Какие знания получили ребята от специалистов высших учебных заведений из других регионов? Глава государства Владимир Путин в рамках прямой линии прокомментировал новую меру поддержки семей, родивших второго или третьего ребенка. По поручению президента им будет предоставлена льготная ипотека под 6%. Также глава государства рассказал о новых социальных выплатах семьям с детьми. Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми была запущена по поручению президента. Однако на деле поручение оказалось неработающим. Как отметил в ходе прямой линии Владимир Путин, Минфин не выделял достаточно финансовых ресурсов банкам на компенсацию льготной ипотеки. Сейчас проблема решена. Это реальная ошибка правительства России, значит, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банков, банкам на эти цели, для субсидий. Там они первоначально решили, что будет достаточно 2%, этого недостаточно. И по двум каналам должна решать эта проблема. По линии Минфина он должен работать с крупными и большими банками, с такими, как Сбертом и ВТБ. И через нашу организацию Дом РФ они работают с мелкими и средними банками. Но ни там, ни там практически не решалось, потому что правительство не выделяло необходимых ресурсов. Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и с вопросами, мы переговорили с, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время пойдет и все это будет видно на практике. Данная мера поддержки семей с детьми действует с 1 января 2018 года. И те, кто попадает в эту систему до 30 декабря 2022 года, именно тогда заканчивается действие программы. Будет получать меру поддержки на весь срок выданного ипотечного кредита. В дополнение к этому, в 2019 году в послании Федеральному собранию президент заявил о необходимости предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита. Отметив, что использовать данную сумму в качестве первоначального взноса за ипотеку нельзя. Что касается 450 тысяч рублей погашения ипотечного кредита при рождении ребенка. Что можно сказать? Это ведь мы выделили именно на эти цели, а не на какие другие. И эта сфера жизнедеятельности людей, особенно семей с детьми, является наиболее важной, наиболее чувствительной. Кстати говоря, и материнский капитал, вот мы смотрим по практике его использования, в основном все-таки используется на улучшение жилищных условий. Мы выделяли именно на эти цели, причем задним числом это сделаем с 1 января 2019 года, поэтому другие цели это не предусмотрено. Также в ходе прямой линии Владимир Путин рассказал о новой мере поддержки семей с детьми, выплатах тем семьям, где появился первый ребенок и последующие дети. Она по стране составляет в среднем около 11 тысяч рублей. В Нинском округе ее размер, один из самых высокий, составляет более 21,5 тысяч рублей. Как отметил в ходе прямой линии президент страны, с 1 января 2020 года данная мера поддержки будет распространена не только на семьи, где приходится полтора прожиточных минимума на человека, а там, где два прожиточных минимума на одного члена семьи. Также будут выплачивать деньги семьям в размере прожиточного минимума ребенка в зависимости от общего дохода родителей, которые имеют детей от полутора до трех лет. Накануне состоялась рабочая поездка губернатора Нининского округа Александра Цибульского по строительным объектам, расположенных на территории города Нарьинмара и поселка Искателей. В ходе поездки было осмотрено 11 строительных объектов. Первым объектом, который посетил губернатор Нининского округа Александр Цибульский, был жилой 16-квартирный дом по улице Озерной в поселке Искателей. Глава региона проверил выполненные работы по возведению конструкции здания и внутренней отделки. Следующим объектом была строительная площадка по улице Строителей. Там работает компания завод строительных конструкций Заполярье. Сейчас ведутся работы по возведению пятиэтажного панельного дома. Идут земляные работы сейчас. Угата на основание. С понедельника выходит подрядная организация на вязку каркасов, плиты, заливка. То есть через две недели будет начало заливки. Это будет плита. Срок сдачи дома – конец 2020 года. Следующая строительная площадка располагается уже в городе Нарьинмаре, на пересечении улиц Ленина и Первомайской. До конца текущего года будет построен жилой дом, в котором из 41 квартиры 38 власти региона приобретут для переселения жителей округа из ветких и аварийных домов. Какая технология? Значит, сейчас бетонопроготовка, потом что? Потом витроизоляция, потом армирование, потом заливаем плиту. Потом заливаем плиту. До конца этого года будет уже завершён первый этап строительства. Далее – отделочные работы. Глава округа также осмотрел дома по улицам Полярная, Пырерка, Октябрьской, Авиаторов, Яслисатно-Меньшикова, а также 70-квартирный дом по улице Рыбникова. Мы планируем без отделки сдать до конца года дом. Сейчас мы скомплектовались с материалами, то есть основные материалы у нас сейчас на Венмаре. Подходят баржи в выходные дни, на нулевой цикл. В общем-то, работы идут. Основной состав подъезжает к нам на следующей неделе. На объекте подготовлен котлован. Выполнен вынос сетей линии электропередач, установлен башенный кран. Выполняются работы по подготовке основания. В ближайшее время начнутся работы по устройству фундамента. К слову, дом будет из облицовочного керамического кирпича. Первый в городе. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Хариверская столкнулись с коммунальным адом. Все дело в том, что подвал строения затопило канализационными нечистотами. Проблема не решалась целых шесть месяцев. Управляющая компания истек договор на обслуживание дома, и люди остались с бедой один на один. Походы в различные инстанции, десятки жалоб и обращений. Дело дошло даже до региональной прокуратуры. Чем закончилась эта история и кто помог жильцам, узнаете из следующего материала. Все нечистоты от дома стекали все сюда. Средний уровень воды был на уровне 40 сантиметров. И так шесть месяцев. Сложно представить, что испытали жители дома на Ольховом-2. Отвратительный запах грибок на стенах и чувство безысходности. Канализационными стоками подвал затопило еще в прошлом году. Забило один из колодцев, то есть до септика. Нечистоты попросту не доходили. Как итог, под давлением выбило вот эту трубу. Устранить аварию было некому. У дома отсутствовала коммунальная компания. Тогда жильцы начали бить тревогу. Писали куда только можно. Через какое-то время о бедах собственников узнали региональные депутаты, которые обратились в прокуратуру. Реакции ждать долго не пришлось. Помочь обеспокоенным жителям согласилась управляющая организация «Базис». Затопленный подвал хозяйственники вычищали две недели в буквальном смысле руками. После специалисты санэпидемстанции провели здесь дезинфекцию. Назовем это волонтерским, скажем так, подвигом моим личным. Дом, в принципе, понятный. Проблемы были понятные. Мы его взяли всего лишь на год. То есть у нас цель-то просто привести его в порядок. Я думаю, когда он будет, знаете, уже в нормальном состоянии, то с большим шансом мы найдем преемника уже в рамках полноценного договора управления на год, два, три, как пойдет, скажем так. То есть мне пришлось взять на себя роль вот эту социальную, привести его первично в порядок после полугодового простоя. В принципе, я считаю, что мы с этим справились. Ну и справимся. То есть у нас только начался период. Директор управляющей компании признается, чтобы устранить аварию и привести систему канализации в порядок, его подчиненные проделали колоссальную работу. Ведь объем разлитых нечистот в подвале просто огромный. Истоки со всего дома сливались в подвал почти 200 дней. Сотрудники региональной прокуратуры тем временем заявили, они продолжат держать ситуацию с домом на личном контроле. У базис провел ремонтные работы и инженерных коммуникаций внутри дома и канализации. Соответственно, провел полностью, осушил подвал, значит, освещение восстановил, провел дезинфекцию. Ну и в связи с чем, вот то, что было и то, что мы сегодня с вами видели, это, конечно, день и ночь. Поэтому вот все это дело продолжаем держать на контроле. Ну, надеюсь, теперь жильцам этого дома будет гораздо комфортнее проживать в этом доме. Чтобы подобных аварий больше не происходило, многоквартирный дом подключат. Центральные канализации работы по прокладке коммуникации уже завершены. Поэтому дело осталось за малым. Олег Итанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Авиакомпания «ЮТР» объявила о старте продаж субсидируемых билетов по маршруту Москва-Нарь-Январ и обратно. По информации перевозчика, стоимость полета в одну сторону для льготных категорий граждан составит чуть более 4 тысяч рублей. При этом специальное предложение будет действовать в течение всего 2019 года. Итак, приобрести билеты по указанным ценам смогут все граждане возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третий групп и пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи. Напомню, вопрос о субсидировании тарифов на авиаперевозки в июле прошлого года обсуждался в ходе встреч губернатора Ненинского округа Александра Цибульского с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым. Объемы добычи семги и горбуши в Ненинском автономном округе распределили на 2019 год. На Ленмаре прошло заседание комиссии по регулированию добычи анодромных видов рыб в Ненинском округе. В ходе него были распределены объемы добычи атлантического лососи и горбуши. Всего региону на предстоящий сезон было выделено более 17 тонн семги и 11 тонн горбуши. На основании рекомендаций северного филиала глав рыбвод и полярного филиала в НИРО объемы были распределены следующим образом. Для промышленного рыболовства было выделено чуть более 14 тонн семги и порядка 7 тонн горбуши. Для любительского рыболовства 3,5 тонны семги и почти 4 тонны горбуши. Также по итогам заседания были утверждены сроки добычи анодромных видов рыб и периоды пропуска производителей. Вылов на реке Печора-Горбуши определен с 20 июня по 20 августа. Семги с 1 июля по 30 сентября. Периоды пропуска производителей анодромных видов рыб были установлены на рыбопромысловых участках, предназначенных для организации любительского и спортивного рыболовства с 22.00 до 4.00 утра ежедневно на весь период лова, а при осуществлении промышленного рыболовства с 15 июля по 30 сентября за исключением вылова ряпушки плавными неводами с ячеей от 18 до 22 мм, за исключением участков, на которых будет осуществляться вылов анодромных видов рыб. Данные меры были приняты в первую очередь для обеспечения безопасности граждан на воде и для уменьшения оказываемого пресса на ценные виды рыб и при их миграции к местам нереста. В этом году квоты на добычу семги для региона были увеличены на 7,5%. Соответствующее решение было принято ученым советом ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. В Нарьинмаре устанавливают конструкции, напечатанные на строительном принтере. Напомним, оборудование было приобретено за счет средств недропользователей. Монтаж и пусконаладочные работы прошли в феврале текущего года. На строительном принтере можно напечатать уличную мебель, заборы, урны, изделия для благоустройства территории. Как пояснили в чистом городе, производство поставлено на поток. За одну неделю на 3D-принтере можно напечатать около четырех конструкций. К установке малых архитектурных форм чистый город уже приступил. Первые вазоны для цветов появились в литературном сквере между школой номер 3 и МФЦ. В ближайшее время сотрудники изготовят еще шесть разных вазонов для литературного сквера и один для сквера на лесозаводе. Добавлю, что дизайн макета элементов благоустройства города разрабатывает Управление городского хозяйства. Для юных жителей и гостей окружной столицы откроют парк активного отдыха. Место под установку игрового городка предоставила администрация Нарьинмара. Это будет площадь имени Ленина. Здесь уже начались работы по установке развлекательного городка. Крытый комплекс будет включать в себя двухуровневый веревочный парк, батуты, тир-гидробол и скалодром. Как сообщает пресс-служба мэрии, развлекательный центр будет ориентирован на разный возраст и каждый горожанин сможет найти в парке активности по душе. В шатре будет оборудована раздевалка. Идут переговоры с предпринимателями о размещении внутри точки общепита для удобства посетителей. Официальное открытие парка активного отдыха пройдет в начале июля. Летний лагерь «Одаренные дети Арктики» подходит к концу. Школьники уже углубленно познакомились с олимпиадными заданиями по математике и филологии, которые для них провели приглашенные специалисты высших учебных заведений. Теперь ребята занимаются физикой. Дарина Малафиевская – одна из слушателей углубленного курса по физике. Школьница мечтает стать психиатром-наркологом. И для поступления необходимо знание предмета. Как признается Дарина, физика ее очень увлекла. Она достаточно интересная, но все зависит от преподавателя. То, что тут она интересно преподается, рассказывает, все понятно. Если бы, если рассказывали полные аспекты, то мне было бы намного проще и это было бы лучше. Занятия по физике проходят в шесть дней. Все это в рамках программы лагеря «Одаренные дети Арктики». Курс рассчитан на обучение школьников решению олимпиадных задач. Специально для этого Центр развития образования пригласил медведительство по физике из Кирова Антона Сорокина. Приехал сюда, чтобы провести с ними занятия как раз-таки олимпиадные по физике в рамках того курса, который они изучают. Не секрет, что чтобы решать задачи по физике олимпиадные, нужно знать какие-то методы, приемы, тонкости. Как раз-таки мы делаем упор на это. То есть это все сопровождается экспериментом. Мы с ними ставим опыты, какие-то тонкости узнаем. В общем-то решаем задачки. Делаем эксперименты. Другая группа параллельно занималась риторикой. Группа из пяти человек. Один из них – Вадим Ломакин. За заслуги по учебе школьник посещает летний лагерь «Одаренные дети Арктики». Юноше нравится познавать все новое, особенно эмоции человека. Мне больше всего понравилось то, что здесь можно показать на лице и узнать эмоции человека, которую он выражает сейчас. Больше эмоция ко мне – это радость. Сложнее всего мне было показать любовь. Почему как-то там не было? Потому что пока и не было никаких контактов, наверное. На занятии ребята разбирали листочки заданием, какой эмоции им показать. Они по одному выходили на импровизированную сцену и старались передать эмоцию с помощью жестикуляции и мимики. К слову, все школьники справились. Это занятие называется «Занимательная риторика». Мы с ними разбираем и понятие эмпатии, и понятие жестикуляции, какие жесты можно использовать для того, чтобы подкрепить свою речь и при этом не отвлекать от главного, от своих слов и от своих мыслей. О том, как правильно выступать, о том, как правильно делать доклад научный или более эмоциональный. То есть как разговаривать с людьми и создавать хорошие, положительные эмоции и впечатления о себе. Смена «Одаренные дети Арктики» проходит уже в третий раз. И если в прошлых годах обучением школьников занимались окружные специалисты, то в этом Центр развития образования пригласил преподавателей вузов страны. Я надеюсь, что все те усилия, которые мы приложили в эту летнюю смену по привлечению специалистов из высших образовательных организаций, они увенчаются успехом, и наши дети смогут решать олимпиадные задания намного быстрее и намного успешнее. То есть мы разработали программу так, чтобы дети были подготовлены к защите своих работ, к представлению своих работ. Они чувствовали себя уверенно и добивались больших успехов. Добавлю, курс обучения рассчитан на три недели. Четвертую неделю пребывания детей в лагере организаторы сделают развлекательной. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Север ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова